Приветствую вас, Елена. Давайте сразу мы с вами определимся с тем, на что я, как психолог, могу вам ответить, а на что я вам не могу ответить, в силу того, что не обладаю для этого соответствующими знаниями и навыками. Значит, в первую очередь хочется сказать, что будет ли долгожданная встреча и когда, на этот вопрос психологи ответы знать не могут, потому что мы не гадаем, вот, мы не гадаем, мы не знаем, значит, что будет будущим, потому что психолог, психологи считают, что человек сам ответственен за свое будущее и сам отвечает за него, вот. Но, меня настораживает, как психолога, опять же, тот факт, что вы пишете 4 года не видели любимого. То есть вы 4 года были с любимым на расстоянии. Я думаю, что психология любви и природа любви такова, что если долгое время, если долгое время вы, ну, разлучены, это происходит, то это уже не любовь. То есть это все отношения, да, если они на расстоянии, то это не любовь, это что-то другое. То есть это может быть страсть, это может быть влюбленность, это может быть привязанность, но ни в коем случае не любовь, потому что для любви нужно, ну, совсем другое. Для любви нужно, чтобы человека видеть, чтобы человек учился, чтобы от человека получать какую-то обратную связь, да, вот. Самому тому, кто любит, тоже нужна, значит, ну, какая-то обратная связь и так далее. То есть все вот эти вещи, все вот эти вещи, они на самом деле очень важны, вот. И если этого не происходит, если этого не происходит, то любви в отношениях, ну, не получается, к сожалению. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что если вы в отношении, ну, не видели любимого 4 года, как вы пишите, то, скорее всего, этот человек давно уже не ваш любимый. Скорее всего, этот человек уже, ну, кто-то иной. Скорее всего, этот человек уже кто-то другой. Скорее всего, этот человек уже не является таковым. И ваша ссора ссором с точки зрения психологии свидетельствует именно о том, что ваше отношение завершили. К сожалению, да, это очень неприятно, это болезненно. Я все это прекрасно можно понять, что это болезненно. Но только такое этому может быть объяснение. И даже если вы, значит, ну, сейчас, да, с человеком помилитесь, то есть, ну, найдется какое-то решение, да, конфликта. Вот. Если найдется какое-то решение, конфликт. То, значит, в случае, если вы ничего не сделаете для того, чтобы изменить в корне ваши отношения, если вы ничего не сделаете для того, чтобы в корне изменить подход к вашим отношениям, то сто раз нужно постараться. Даже если вы встретитесь, то это ничего не решает, ничего не решает. Абсолютно ничего не решает. С точки зрения, опять же, психологии. Вот и получается, что по факту вы живете, ну, в вероятном мире иллюзии. По факту вы живете, получается, в таком мире, где любовь, если она есть, то она существует в виде, во-первых, страдания. Почему-то, да, то есть, любовь для вас это страдание. Это именно страдание. И, с другой стороны, любовь живет в вашем воображении, то есть, она нереальна. Вот. И, опять же, с точки зрения психологии, это означает, что вы, по-видимому, боитесь реального возближения, боитесь реальных отношений. И причин здесь, вот причин здесь, ну, может быть, на самом деле, достаточно много. Вот. Начиная от вашего опыта, который вы получили, значит, ну, в своей жизни, начиная от этого, и заканчивая, соответственно, вашими отношениями из детства, вот, из детства, которые вы, вполне вероятно, ну, могли, как-то, значит, вот, перенести в текущую ситуацию, ну, в текущий момент. Вот. И, соответственно, как вы, я надеюсь, понимаете, вам нужно именно в этом направлении работать. То есть, смотреть, как я, как я оказалась в такого рода отношениях. Как так выяснилось, что я четыре года там, ну, грубо говоря, да, а, значит, прождала человека, как так получилось, что четыре года я его, вот, ждала, да, а он, вот, сейчас мы подсорились, и все. Я, по сути, как бы, как будто у разбитого корыта, да, вот. То есть, это не случайно, что-то с вами происходит, с точки зрения психологии, вот. Здесь и заниженная самооценка играет свою роль, здесь и страх играет свою роль, а здесь и идеализация мужчины вашего играет свою роль. Вот. Вот. То есть, что-то здесь оказывает на вас влияние, что непонятно, потому что, ну, информации нет о вас. Поэтому, что непонятно, что-то влияет. И мы, как психологи, мы, как психологи, мы можем вам помочь в этом. То есть, мы можем вам помочь разобраться для себя в этом. Вот. Если вы хотите. А получить предсказание, да, получить, вот, значит, информацию о том, что ждет вас в будущем, вы можете у эзотериков в разделе, ну, в соответствующем разделе эзотерика. А здесь вы пишете в разделе психологии, и отвечают вам все психологи, с точки зрения именно, эээ, ну, с точки зрения именно психологии, как наука, да. Вот. То есть, вам это может быть неприятно, вам может быть не нравится то, что я говорю, но с точки зрения психологии это звучит так. Вот. И если вы обратились в раздел психологии, да, если вы за столько времени, да, не, ну, грубо говоря, допустим, не закрыли свой вопрос, да, не попросили модераторов перенести его, то, наверное, вы хотите услышать ответ и именно, эээ, именно нас, эээ, психологов, получать, получать, ну, в таком случае, эээ, ответ вам будет вот именно такой, да, что, вот то, что я сказал. Другое дело, нужен ли он вам, это ответ, да, это уже большой вопрос. То есть, хотите ли вы прислушаться к тому, что я говорю, вот. Вот. Вот, в принципе, то, что я надеюсь, вам нужно для себя понять, чтобы прочувствовать вот эту ситуацию, ситуацию, которая сейчас имеет место быть. То есть, я только надеюсь на то, что вы для себя какие-то вот выводы сделаете. Вот. А ночью так вы рискуете, ну, прождать очень долго, вот. И хорошего, ну, хорошего ничего не будет. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, то буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю, желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.